И хотя бы что-то на этом турнире завоевать. Мы выходим на поле Каринтианской арены. Команды и ваши комментаторы. Неслав Минин и Роман Дружечкин. Привет! Здравствуйте, друзья! Привет, Рома! Да, они привыкли играть друг с другом, они привыкли играть в финалах, привыкли не забивать в этих финалах, привыкли доходить до серии пенальти. Я не знаю... Команды и ромства позволения начнем с Аргентины. Франк Армани номер первый в воротах, Хуан Фойт второй. В воротах номер первый в поле четвертый Маурисио Исла, пятый Паулу Диас, капитан команды Гарри Медель номер 17, Гонсалу. Многих узнаем, что называется, помимо Скалуни... Гарри Медель, Скалуни, Расмуэля. Совершенствует свой кубок Америки. Выпула слишком много разных спортивных событий, Олимпиады, Чемпионат мира. И был перебор. Но... Третье место становится по толкому Максову. И есть ли будущее у этого человека, который... Постараются атаковать с Польши. Или точнее, в всяком случае, да? Потому что схему с тремя центральными. То есть они отошли так компактнее. Будем следить, в общем, и наблюдать подачу сборной Чили. У Стуаркис понятно, за счет чего чилийцы сегодня будут стараться действовать. Аргентина с большим трудом даже не выходит. Какой ром! Удар поворотом очень хороший. Светный ух. Ух. Ухарна все-таки такой элемент скулисной игры давления. Да? И создание себе благоприятной обстановки. Америка в неочередной следующем году. Но будет ли там вот такой состав чилийцев? Неизвестно. У аргентинцев сегодня сающую. А дальше Эдуардо Варгас. А дальше подключается Ислан. И в сравнении с тем самым старым уже финалом Копа Америки. Ох, как чилийцы здорово в прессинге сейчас играют. Николас Тальяфико. Там сейчас нарушение на Месси. Первый фолл. Но чилийцы знают. В тот фланг, куда Алекс открывается. И поэтому эти длинные передачи всегда в расчете на то, что он всех там опередит. Сейчас Месси пейс трогает. Ох, какой пас. Выходит Агуэро. Агуэро. 1-0. 1-0. И Месси делает эту результативную передачу. Аргентина выходит вперед. Вот один эпизод. И он решает многое. Посмотрим мы сейчас на повторе. Еще раз, как это произошло. Потому что тот случай, когда мы видели, как Месси отдает передачу. Но мы не видели общий план при этом. Никакого положения вне игры. Абсолютно чистая передача. Обманули аргентийцы. А чилийцы заснули здесь. Передача пятка Месси. И сразу понял, что это такое. Но когда понял, побежал вперед с мячом. И тут на подборе. Вот чельсу отдал. Дианз принял мяч, попросив его сначала. И сразу длинная передача на Алексиса Санчеса. Очень серьезный. Видаль пока играет десятером. Чилийцы. Варгас. И... Видаль набегал на... В перспективе. То есть, Алексис Санчес уходит. А адекватной замены ему, естественно, пока... Мяч, который шел по линии, оглядывается, ищет варианты штрафной площади. Передача, наверное, задумывал на дальнюю. Куда не пропустили от Перу. Раскрылись, как работает с мячом. Дибала. И второй мяч. Ну, просто гениальная работа с мячом на скорости в движении. Пауло Дибала. 2-0. 2-0. И училицев еще большие проблемы сейчас, чем матч со сборной Перу. Потому что Аргентина игру сейчас контролирует. И это было абсолютно логично. У Велика не контролировали мяч в центре поля. И вот сейчас опять передача. И линия обороны 5, может быть, так. А 6 игроков. Это не помогает, когда вот такого уровня мастера так любят. И опять передача из глубины. Абсолютно точная. Дэмболь. 5-7. Бьет слева и рикошет. С мячом сейчас вышедший на замену Хуньор Фернандес. Другой фланг. Подача. 7. Опять троих собрал. И вот все, карточки пошли. И одна была у Баси Жура. Сейчас желтую получит Артура Видаль. И еще, по-моему, кому-то такое впечатление, что собрался Марио Диас показывать ее. Да, Видаль ответил. Рангеса. И вот он Фернандес в штрафную входит. И показывает. Бела игра рукой. Давай назначай пенальти. Сейчас еще на судью не хватало наброситься. Центр поля. Паредес. Месси. Какое включение. Хорошее. Но Месси делает передачу. Дипали. Антонор Фернандес отдает мяч. И набирался еще принять его. В ответ. Медель. Закопались немного на фланге. Медель. Фернандес. Быстрое движение. Выше. И Месси включается и действительно бежит за этим совершенно безнадежным мячом. Междогнал уже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы видели, как дерется Месси когда-нибудь? Видели, как дерется Месси? Красная карточка. Красная карточка. А он у две. Красная. Друзья, а что с судьей произошло? Вы положите ему холодный компресс. Сколько он их показал? Какая красная карточка? За что? Еще и обоим он показал. 10 минут до конца первого тайма. Месси играет последний матч на турнире. Красная карточка. Вот и действовать теперь уже 50 минут, да, будет играться. Первый тайм плюс еще. Второй тайм. В лице всего судейского корпуса, когда Месси, так, с крисом, степень, типа напросился, скажи, тема, который явно... Это сборная Чили. Сколько добавит судья теперь, интересно? А он может и что угодно теперь сделать. Варгас подает. Какой ром? Боссы жур. Сам пошел в боссы жур. Еще одно нарушение правил. Второй тайм. В таком усеченном силе мы составим с обеих сторон. Подача. На выходе играет Армани. Идет в атаку. Боссы жур. Играта у нас, между прочим, продолжается. Между тем, хотя казалось, что... У чилийцев и... Давай, наверное, вот с них. Начнем путь шпунта. Яфико. Полузащита Пареда. Случельсо. Деполь. Нападения остались двое. Яфико. Лачельсо. И удар. И мяч нет. Не летит. Ворота его здесь. Еще удар. И еще удар. И удар за ударом. И заберет. И пиналь. Что мы увидели? Вот атака с гордой Аргентины. Агуэра оглянулся посмотреть. И видит движение, но не смог точно. Для контратак хорошая основа. Вот сейчас передача. Успевает. Ее в падении прервать пульгар. В общем, это был потенциально голевой момент, чтобы выкатывались. А Таменди успевает. Пареда ставит спину. Вот здесь, вот здесь, вот на это примерно место, чуть левее. Столкнулись в медели Месси. Заколдованное место. Но сборная Аргентина сохранила. Всю свою тройку полузащитников без изменений. И поэтому препятствую всем атакам Чилизи. Спокойной ночи. Что же там, собственно, случилось? Ну, нога человека, который, мне кажется, сейчас философский вопрос решается. Что пенальти назначается? Внутри штрафной века. Присняется опытным путем, что да. Пинц. Арр! 2-1. И он забивает. Он это делает. Он лидер команды. И теперь Чили по-настоящему возвращается в эту странную, но увлекательную игру. кстати вот интересно что парадость получил желтую карту лучи ильцо пульгара пульгара ведь желтый у нас сегодня есть тульяфика мяч получил и дальше касание на него пытался на челюсть усыграть нет это возвращает парадосу у парадоса открыт в принципе был справа игру но подмесь и что как вариант посмотрим кто я парадос еще бьет парадос по трибунам безум штрафной исполняет сборной аргентины хорошие интенсии мяч перехватывает уже третий раз и здесь нарушение нет вообще-то по звуку до боль подача ариас выходит мяча лишь касается удар стали дистанции вот этот стадион как он выглядит на самом деле подача парадоса выбивает мяч артура вида пытался вратарю сейчас отдать передачу анфельди мария но мяч попал в николаса от аминди нарушение кисла пассажур и подачу штрафную площадь готовы ли там партнеры и сла генды но игроки которых мучка рашу пух аймар и айала и пассажур добежать не мог и в результате потерян фланг и передача опасная это димария оглянулся только сейчас получает передачу когда я уже жили диас